я вас категорически приветствую алексей с новым годом с новым счастьем совсем наступившим совсем новым все новое и все прекрасное чувствую здесь есть очень удачные очень удачные альбомы я что-то впал в ностальгию и считаю что сегодняшнюю нашу телепередачу с вашего разрешения можно назвать музыка советского купчина да 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 это именно самая лучшая музыка была звучала в советском купчина эти прекрасные хрущевские пятиэтажки колоночки в окне колоночки в окне там слышимость была в пятиэтажках умопомрачительная я не представляю как вообще мы жили как как люди любили друг друга соседи когда в окне вот эти колоночки грохот слышен на весь микрорайон за стенами тоже соседи все это слышит снизу слышит сверху слышит никто не стучал да никто не стучал это никогда не жаловались все характерно на все как-то было да и кридон сарау на все купчина делала житейское плюс музыка это хорошее чем возмущаться за и мамы с колясочками смотрели а там играет айс и и bad moon райзин да и и как-то да и хорошо и все время солнце светила на купчина да я помню все время я только так помню зимой и летом даже ночью не заходи даже ночью январской ночью все залито светом солнечном и так я не употреблял ничего это я я понимаю что же у нас сегодня я-то вижу народ на музыка советского купчина да фаворе была очень группа назарет никто ничего не знал что это такое многие даже не знали что это вообще такое назарет никто не знал да пронесшийся слух что оттуда родом иисус христос ничего откровение да как и и по понятно что группа тогда переходила в разряд религиозной пропаганды до проделали на прочую они поют они кстати тоже не знали что это такое низ какой-то американской песни хорошее слово вынули врачу они поют они наверное про религию там что-то такое да таинственные от родителей старались это как эта группа на что это за ансамбль но такой ансамбль такой такой ансамбль первый альбом назарет у меня не было и у меня не было я начал слушать назарет как и все да а эти уже впоследствии все к нам пришли меня кстати весь назарет был на виниле собран я весь его распродал кроме такой любитель 4 5 пластинок а ностальгия ты знаешь покупаешь пластинки которые понятно что не будешь слушать никогда но собрал весь назарет целая полка стояла этих пластинок я понял что я слушаю раз в два года одну единственную из них хрилл дедок в странном состоянии сознания но тем не менее вот несколько штук остались это первый альбом который вышел в 1971 году музыканты в общем были обласканы судьбой на самом деле потому что у них был спонсор какой-то миллионер не как его звали да и он всем чем оплачивал все их игрушки погремушки студийные и не студийные концертные потому что концерт тоже требует вложений там гитары покупать провода и дяденька им помогал серьезно поэтому насколько я понимаю них проблем таких финансовых особенных не было но люди были увлечены рок-н-роллом а в шотландии не очень их привечали в шотландии как я где-то вычитал все радиостанции все рекорд лейблы местные там какие-то маленькие они все хотели чтобы играли раскрученные ковера песня где-то вышла там в англии хорошие кингс там какой-нибудь или что-то еще не стесняйтесь и ребра давайте 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 вот людям это нравится а свое творчество как-то не 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 это самое не очень но я сразу тут вижу коверок молнин дью у них кверка в коверков мяу роберт план впоследствии но кто только не исполнял эту песню и они фигачили по клубам с 68 по моему года фигачили фигачили играли эти кавера разнообразные своих песен очень мало было а потом все-таки подцепились они к рекорд лейблу нормальному который выпускал уже полуметражной пластинке группа дипе полом помогла свое время потому что они на разогреве играли то ли гуловер их любил гуловер потом стал их продюсировать там несколько три по моему альбом или 4 4 по моему сделал вот и дипе полах полюбили и гуловер да там стал помогать туда-сюда и тем более еще друг миллионер и как не полюбить стали пластинки записывать и первое кстати говоря мне очень нравится этот пластинка я не даже не знаю к чему какому стилю так называемому их отнести потому что тут такой каждой твари по паре и и психоделический рок немножко там какая-то такая парни еще не определили кислотная до какая-то психоделия и и хард-рок из монин дью вот этот прекрасная на 7 минут песня всем она по моему минут до до 705 длиннющая полотно такое концептуальное сделано и буги которые они всю дорогу в общем как начали играть так и играли такую буги рок который подцепили кстати потом группа и сиди си которые терпеть не могу потому что если вы хотите с но это мое мнение опять так если вы хотите слушать такой вот буги рок с хрипящим голосом лучше слушать назарет мне кажется потому что как как сказал один критик и сиди си это назарет который включили в 10 раз громче вся разница в этом ну я бы сказал эти то все таки по изобретательнее да по музыкальной конечно по музыкальнее интереснее и с фантазией и все песни разные что удивительно до их отличает от группа и сиди си все песни разные неожиданно альбом берешь на нем 10 песен они все разные в отличие от и сиди си где одна песня на все альбомы практически сначала до конца может быть первый там чуть-чуть как-то отличается а так нет и в общем хорошая пластинка но нифига никому было не нужно вообще не взлетел мне взлетела скорее даже наоборот то есть лучше лучше ребята играйте концерты чем вот этим вот заниматься тиражированием винила который только засоряет полки магазинов никто его не покупает стоят и стоят и продавцы все что что с этим делать то добро реклама хорошей не было значит как не было да и ну как-то как-то прошло мимо прошло мимо что делать подумали парни и пошли уже в какой-то разнос совсем музыканты хорошие все все умели до макаферти пел будь здоровте как и вышла вторая пластинка который называется x и сайзис я даже обложки не видел никогда название это знаю естественно упражнения которая стала продаваться еще хуже чем первая индийская булава обратите внимание очень полезная для запястье по всем рынка на стали артисты искать свой фирменный звук хотя и здесь уже на первом они его достаточно подробно искали достаточно упором и кидаясь и из хардрока в психодели и в кантри и обратно но здесь они полезли уже в какие-то совсем чудесные дебри с со струнными группами с оркестровками кстати на первом тоже оркестровки там присутствует но не в такой степени как на втором и на втором какой-то то ли артрок то ли кантри то ли какая-то эстрадная музыка эстрадная песня то кусочек какого-то хардрока с перегруженной гитарой то есть какой-то такой в общем упражнялись не пойми упражнения до упражнения такие но миленько в целом потому что маккаперти поет хриплом своим и диму специфический голос ацгур голосом специфическим да и в общем в целом миленько миленько для тех кто уже слышал хэр в дэдок для тех кто не слышал хэр в дэдок это вообще не пойми что вообще не пойми что вы любите группу на заряд да я люблю группу на заряд нет а я не слышал никогда группу на заряд вот послушайте это офигенная группа ставишь какая чушь что это такое и ведь не постеснялись пластинку записать 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 записали но как-то это все не шибко тоже не взлетела но вот и по ностальгии как-то вот стоит на полке у меня она ну баррель все это послушай в машине в пробке когда все равно все равно дело труба пробки стоишь так а молния куда шибат что-то я такого не пил но в кучу на это не звучало нифига у нас не не слышал нет не было этих пластинок пионеры купчинские сняв пионерские галстуки слушали другую музыку вот а вот название знаю не слышал до зима слышал ну как же как же это уже глобер если я не ошибаюсь взялся за она зила сильно бодрее но тоже она дотягивает но она бодрее здесь во-первых разума на спи первая вещь такой рок-н-ролл настоящий прямо забойный прямо танцевальный прямо для танцев молодых купчинских пионеров в самый раз было алкатрес второй номер мрачняк хард-роковый уже такой с алкатрас практически владимирский централ да 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 это все все про то все про то о как десмонин песню которую они исполняли лада уже на втором альбоме на здесь погромче сделали broken down angel в общем хорошая пластинка но не шедевр тоже хотя продавалась уже не в пример конечно лучше чем все предыдущие добро однако зацепить купчинских пионеров вот этой пластинка было тоже сложно я только разума нас знаю песня так и называется альбом разума нас так и называется да и в общем для купчинских пионеров это было слабовато потом еще два альбома вышли если меня не изменяет память loud and proud и rampant rampant да которые вообще мне непонятная вот рампанк я был до тупой наверное но мне не заходила как-то они как-то они как-то они как-то они так жужжат 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 хрипят поют и да и вроде все здорово я не интересно кстати интересный момент вот этот про купчинских пионеров про молодежь про нас с тобой в те годы почему мы любили такую музыку вообще почему мы не любили музыку которая была в разы популярнее у них или у нас у них у них но у них подразумевается во всем мире вообще в разы популярнее в разы интереснее в разы музыкальней почему-то она прошла мимо мы остановились все на такому общем довольно примитивным я бы сказал хардвоке блин наверное не было ничего когда это было когда недавно помер гражданин макаферти я с горя повесил одну из любимых песен подтянулся народ и сверстники и кто младше и все хором сказали а чё у них такого у них одна песня только love hurts а больше мы ничего не знаем это примерно как статус-кво у которых in the army now не имеющие к ним отношения никакого вообще просто не так же как отношения на заряд интереса кто-нибудь слышал из этих тех кто подтянулся оригинал love hurts вообще не такая мягко говоря не так на карте ловко исполнил я не и не люблю потому что тут в третья песня у них на всех альбомах если я правильно помню третья песня всегда медленная здесь была песня под названием guilty третия на елте да было и есть а в американском туда впихивали как раз эту love hurts но вот это уже переиздание у меня 75 год это в общем-то пластинка которая и сделала назарет назаретом это эпохальнейшие просвечения я не с чем только deep purple in rock может сравниться по воздействию на мозги эпохальнейшие просто вообще слов нет hair of the dog это по-русски собачья шерсть собаки это или не собаки я лично никогда понять но это идиома да это вообще это как будто лютое похмелье что это чем забороть чтобы вылечиться от собаки которая тебя укусила вчера надо съесть клок шерсти это собака это по моему ощущение во рту это похмельный стакан это за запах пахмельный стакан собачья шерсть уже дужно что поя утреннюю накатить да почему так называется не знаю они сами говорят что они хотели назвать его air of the dog как то есть здесь должна быть буква и она же по нашему е и тогда это наследник собаки то есть сана for beach это было недопустимо лейбл отказался такие тонкие аллюзии вводить нет и она осталась собачьей шерстью диска у меня никогда не было я вообще никогда не видел по моему только но я верю что это переиздание он же одинарные долго там love hearts никакого нету а здесь уже влепили бонус треком love hearts здесь по полный набор уже и и собственно говоря и альбом и love hearts которая выходила в америке только да на альбоме в англии в европе в англии она выходила на сингле только эта песня на альбоме не было но сингл принес мировую славу слезоточивая да в общем разворачиваться вот так непростая картина что жник роджер дин что значит который знаю который делал из обложки и рая хип и много-много чего стиль узнаваемый да и много чего всякого разного обложка гениальная совершенно очень красиво и нашем детстве все это вызывало просто как завороженные разгляды нет но сравнить вот с этим совсем конечно это это просто в никуда да здесь да здесь купчинские пионеры когда видели эту пластинку это шаг в какой-то новый мир в другой мир абсолютно настолько круто бы настолько не похож вот этот мир страшный мир чистогана и наживы изображены что было вокруг нас не похоже вообще да категорически ну и давайте пройдемся по композиции я никогда понять не мог про что там поют вроде я даже в английском языке что-то понимать но совершенно неважно я на эту тему годами размышлял годами чем отличается русский рок от нерусского рока при всей моей любви к русским музыкантом я сам русский частично музыкант и люблю и песни да и русские извините за выражение мелос да мне нравится все здорово но когда я слышу песню наших рок-музыкантов так я понимаю что это не музыка я помещу это не музыка музыки там нет там есть песня есть песня голосовая линия голосовая мелодия в лучшем случае учить частые голосовой мелодии нет такое как колбашение в тональности просто примитивненько и там до мажор там ля минор и вот в этой тональности к до мажоре там как как-то как-то вот чтобы из тональности не вылезти вот что-то такое поется какая-то условная мелодия хотя много есть мелодических очень конечно вещей красивых там у того же чайфа кстати есть хорошие мелодии вообще много у кого есть но вот вот есть мелодия да и есть аккомпанемент группа играет аккомпанемент а вот музыки просто музыки просто музыки вот ее в общем нету аккомпанемент красивый существует а здесь уже действительно уже неважно о чем поется потому что во первых голосовая линия очень точно очень интересная мелодия которая сразу тебя затягивает недаром кастинг вокалистов в группах конечно недаром берется не просто человек который написал песню пришел на репетиционную базу и говорит ребята я написал новую песню давайте играть дайте поет и сам значит это группа аккомпанирует как-то так чтобы все это звучало а нет ни музыки не пение собственно говоря ну здесь случилось так что вокалист сразу был до маккаферти в принципе миллион групп где проводится кастинг вокалистов выбираются кто у нас будет петь давайте подумаем этот не подходит это не подходит какой-то никому не известный человек приходит начинает петь в группе просто потому что он умеет петь они потому что он друг да не потому что да странные требования надо же не так и здесь и здесь все время все все время везде музыкой первый на второй альбом третий альбом проходил дедок я уже молчу везде музыка везде можно убрать голос и слушать музыку одну как 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 и что играют музыканты то есть это отдельная отдельный труд над которым почему-то многие у нас не не утруждают себя вообще этим заниматься сыграли скомпонировали хорошо достойно у меня то же самое в группе мы также мы играем русские русские песни то точно также их и играем голос и аккомпанемент и все тебе я с твоего позволения чуть-чуть углублюсь давай я вот все песни английского языка я не знал в школе меня учили немецкому в английском я не понимал вообще ничего но поскольку слух присутствует и память у меня хорошая я все это запоминал как сочетание звуков него тут вот дальше есть песни которые там какой-то please don't judas me там понятно чтобы это я с детства помню а на английский язык учить начал то у тебя все эти словосочетания странные звуки какие были раньше но надо же кто мог подумать из песни хейер вздок я расслышал там только какая-то мама а следом за ней какая-то жаба что за мама еще за жаба когда в итоге появились тексты оказалось это red hot мама табра слышать вообще ничего нельзя песня естественно там это как как бы это там наверно такие жорганизмы смешные про девчонок песня отлич но блин и в песне рефреном то есть припевом звучит на у я это могу переврать слова на уделену из санович теперь тебе он попался понимаешь ты вот привыкла там кривляться а тут такая тварь берегись гадина здесь так здорово все сделано во первых звук мы не чарлтон рулил сама не отказались от услуг главера сами все это дело спродюсировали и такой звук которого нет ни на одном альбоме назарет уже супер не до не после супер вообще же песни короче в припеве кричат все время саново бич и это нельзя было ни по какому радио слушать вообще никак не вообще никак но во всех студенческих кампусах пользовалась бешеный и купчинский пионеры легли все песня забойнейшая вообще это блин такой шедевр на века просто я как-то раз у нас есть такой магазин диез на улице хороший и там я туда время от времени хожу и вдруг смотрю а там это отдельный стендик с японскими сидюками его тогда в машине еще сидюк японский сидюк я его схватил запихал в машине месяц я его слушал без перитам настолько ловко все подчищено там отправлено улучшено мы говорили про японцев бальзам на сердце вообще я только что не рыдал песни орал вслух естественно там ой такой хороший такой месяц месяц каждый день я его слушаю настолько он хорош и здесь конечно аранжировочное и композиторские это на 10 порядков выше чем все предыдущие вместе взятые потому что и первая песня с этими колбеллами то есть такая аранжировка так все точно так все разложено потом этот токбокс который поет пластмассовая трубка который человек поет и играет на гитаре одновременно или не макаферти поет или чарльтон это поет с гитарой вместе удивительная аранжировка такая как кажется все просто но так все точно сыграно то так все звучит просто настоящий срок это дело влезаешь да и конечно пластмассовая никогда не продам мисс мизери риф из четырех нот из четырех аккордов которые просто как как танк такой проезжает раздавливая все на своем пути покруче чем покруче чем black sabbath потому что black sabbath все-таки такая рифовая история те тяжелая достаточно а здесь это же ребята которые играют буги там мрачно дар жизни радостно и здесь буги буги это сохранилось и и добавлен вот этот тяжеленный риф хард-роковый абсолютно и все это вместе остался драйв остался свинг в этом и песня живет и движется так не не стоит на месте к гвозди забивая как как у black sabbath она несется вперед вот как танк такой прет просто мисс мизери очень здорово ну guilty третий guilty да она дает расслабиться вот после этого дает расслабиться да сама песня я бы не сказал что шедевр но хороший дает расслабиться change in time а зато после нее вот там вообще арт-роковый какой-то вот этот change in time инструментальчик какой-то такой космический непонятный психоделический да неожиданно не психодилея прямо отвечает вот этой обложке вот для change in time супер супер вообще блин bigger а нет стоп-стоп-стоп нет нет это я переплыл не change in times это rose and the hit это она в нее переходит из bigger day в нее переходит change in times я напутал просто because it's beggars day bigger day на разрыв просто орущий маккаферти просто казалось что вот в предыдущих песнях он орет а в bigger day он орет еще оказывается вот от этого сразу хотелось бежать схватить гитару и научиться точно да настолько суровый звук был так долбила вообще мечта ну и whisky drinking a woman немножко да немножко американского салона сюда добавлены очень-очень уместно потому что раз два три 4 5 5 таких тяжеляков подряд конечно немножко раз и в американский салон сразу whisky drinking a woman такой а передохнуть там сигару выкурить и please don't judge me уже это уже ложись и помирай что называется парень очень пионер послушал очень хорошо слушал музыку а теперь ну как дружище приляг и замри супер вообще я даже не знаю шедевр на все времена лично для меня да если бы не love hearts еще под конец ну это же бонус трек не хочешь не служи самая ненавистная песня для меня из всего творчества на завет без конца на радио еще звучало у нас когда было ради урокс она все время там крутилась ну как-то не серьезно повторюсь hair of the dog это вообще это вообще я даже не знаю только матом ругаться для меня был номер два после the people in rock вот по мощи воздействия но для меня был наверно номер один вообще и у меня была очень странная была очень странная ситуация потому что мой приятель пластинничный спекулянт мой одноклассник вальдемар такой я упоминал много раз он уже спекулировал пластинками у него были настоящие диски у меня был магнитофон я все время вальдемара брал записывать пластинки и он не дал на заряд хода док и я с рилер две пластинки с самый сложный альбом с рвс патриком образом их додок и для меня они были совершенно что называется одного уровня я послушал на заряд совершенно опух от кайф от этой музыки потом послушал ес и после это альбом одного уровня вообще никакого там деление это прогрессив там арт-рок это хард-рок буги ничего подобного и эта музыка и эта музыка и эти музыки они по уровню своему одинаковые поэтому я ненавижу деление на стиле вот это арт это хард это там абсолютно неважно просто замечательная музыка и назаред именно вот этот и ес совершенно на одном уровне для меня пластинки чем этот альбом он вышиб конечно да вышиб мозг в общем-то никакой love hurts к этому никакого отношения не имеют коммерческий сингл когда просто на продажу для вот этих девочек которые слушают радио соответственно все купчину слушал все все купчину слушал пионеры юные головы чугунные да сами оловянные черти окаянные да и как написал венедикт ерофеев заключительная фраза его поэмы москва петушки с тех пор я не приходил в сознание и больше никогда не приду ну и на самом деле последняя пластинка которая мне лично мне интересно это следующее за дыдок вот этот самый к лозу на струк н ролл до в народе назывался телеграма этот у меня телеграма конечно туда и тут и трех аккордовая такая трех аккордовый задел за производственный роман фактически песня так называется телеграма центр телеграм табы тюмару юбер нервы но она очень запоминающиеся и уже из из один раз один раз послушав уже не быть не выбить из головы когда поэтому эта песня про гастрольный заезд да как они едут на гастроли выпрыгивают на сцену и начинают играть херой и гейн цинген за своим он сон но здесь много чего хорошего кроме телеграма еще конечно хорошая альбом очень крепкий до венку и шейки да он борн андор за ронг сайт отличная ларетта не очень керри аут филинг плясовая лифт дэлит отличная юзова и лайн хорошая я любил у меня и сейчас он есть я регулярно слушаю хороший как-то раз я пошел даже на концерт за мной там сидели два мужика здоровых и они оба весь концерт они как два раненых бегемота хорошая ну да я с тех пор много очень конечно переслушал всякой разной музыки и мои увлечения достаточно разнообразные и хард-рок и буги-рок у меня далеко не на первом месте в списке моих приоритетов но я помню что когда они приезжали в очередной раз в нашу страну они же очень часто у нас играли на за это вот я пошел в зал октябрьский на концерт я тоже и там чуть не заплакал просто потому что так было хорошо так здорово их дедок и все они сыграли название про этот close enough for rock roll это слова опять-таки из песни чек гитар before you go close enough for rock and roll то есть гитару настрой по рок-н-ролльному звучало в общем очень хорошая группа на мой взгляд несмотря на то что очень удачно такую музыку я слушаю редко достаточно объективно можно сказать что эта группа конечно это явление ого-го какое несмотря на то что популярность у них там не очень было в англии сильно такими всплесками то то густо то пусто что называется но тем не менее мощнейшая конечно группа и я не люблю эти слова оставила след в истории музыки там бебе тем не менее я не знаю насчет следа там бах оставил след в истории музыки beatles оставили на заряд тоже я думаю что оставили в общем в истории музыки двадцатого века уж точно совершенно и я надеюсь что и подростки будут слушать когда-нибудь потому что музыка когда подрастут а вот последний то не слышал альбом который только что вышел в двадцать втором году по-моему вышел или в двадцать третьем по двадцать втором там остался только пит эгньо басист из состава на заряд очень смешно я читал рецензию это ну во первых музыка вообще не похожи на заряд вообще это просто хард-рок группа с вред современным звучанием такой чуть даже приближающийся к металлу немножко такая очень мощно очень все правильно сделано совсем не на заряд просто еще одна хард-рок группа такая супер профессиональная из оригинального состава как я уже говорил только басист остался пит эгньо которому восемьдесят лет восемьдесят лет только ради этого стоит эту пластинку послушать восемьдесят лет дедушка отжигает смешная рецензия была я просто замер даже на этой фразе когда это человек пишет что восьмидесятилетний басист записал все таки этот альбом странным образом оказавшись в компании молодняка молодняка шестидесятилетних музыкант всем остальным там пятьдесят тиры шестьдесят дедушка эгния странным образом оказался в компании этого молодняка шестидесятилетних гитаристов а что там следом вышло за этим отсюда у назовет танку у них куча альбомов так это вот это нет это уже другое эта музыка пионеров купчина я люблю еще один следом за этим вышел когда-то совсем попсовый под названием full circle у них попсовых много у них много подсов хороший бонус до таких фолл сокол он называют full фолл с илл ил сен вандерлен да не кстати интересная площадь мэрис мэрис мы лис это зло мэрис на мэрисым алимян дарадым из зло я не помню сяджем он называется full circle пишется как и написано через два а то есть получается дурацкий круг а это естественно full circle full circle как произносится это полный круг то есть сделал полный оборот мне очень понравился Сольный альбом Макаферти незадолго, ну, как, довольно давно он его записал, я хотел сказать, незадолго до смерти, но умер он в прошлом году, да, а альбом вышел, по-моему, года два назад, сольник, он записался каким-то чешским музыкантом, выпущен, по-моему, в Чехословакии он был изначально, но и потом уже пошел по разным местам. У меня есть он на компакт-диске, он очень интересный, потому что он не похож вообще на Назарет, голос остался, все осталось, гитары остались, но он какой-то такой балладно-лирический, очень музыкальный, очень неплохой, хотя, как я слышал популярностью не пользовался, такой массовый, глобальный, но с точки зрения музыки, собственно говоря, он очень даже неплох, очень неплох, и я не знаю, почему Маккаферти ушел из Назарет, мне это не видно, наверное, надоело, да, наверное, стал уже, ну, судя по его сольному альбому, он стал интересоваться другой музыкой просто уже, более какой-то такой, такой, не сказать серьезный, но душевный, может быть. Так что очень советую. Но Купчина-то не умерла. Ни на одном Назарете стояла. На одном Назарете стояла Купчина, а слушали мы еще прекрасную американскую группу Aerosmith Rocks, тоже единственная пластинка Aerosmith, которая у меня осталась в коллекции, было штук 15, наверное, все распродал, потому что понял, что не буду уже никогда их слушать больше, а Rocks не могу. Вот. Хороший? Вот просто, да. Для меня это квинтэссенция вообще группы Aerosmith. Смотри, гражданин Тайлер-то песен насочинял, а? И Тайлер насочинял, и Перри здесь играет не только на лидер гитаре, но и на бас-гитаре, причем на бас-гитаре шестиструнной. И песня Back in the Saddle, там слышна эта шестиструнная гитара, грандиозный риф на бас-гитаре шестиструнной, на которой играет Перри, такая мощь, сметающая все просто. Я не знаю. На мой взгляд, Aerosmith лучше ничего не написали после этого альбума Rocks. Ничего не знаю. К сожалению. Это у меня юношеские такие воспоминания. Хотя, я и сейчас эту пластинку слушаю, она настолько дикая, она настолько какая-то не вылизанная, не вычищенная. Ну, рубили-то они, будь здоров. Здесь и грязи рок-н-ролльной так достаточно, ну, в хорошем смысле. То есть, никакой там фальши нет, ничего лишнего нет, но так от души, то есть, никаких там таких подчисток серьезных нет. Нет, все ревет, все хрипит, все несется. Да, 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 да. Last Child, Red's in the Killer, тут combination, Sick of the Duck. Такие мрачные страшные песни с удивительным вокалом, конечно, с удивительной гитарной игрой, с этой шестиструнной бас-гитарой. Тут просто такой улом. Что-то я упустил в этой жизни. Надо послушать. Ну, это американская, конечно, музыка. Это уже не английский. Эти-то джентльмены все-таки с таким британским интеллектуальным хард-роком. А это... Эти шагнули дальше. Американцы, да, вжарили. Как сказал один критик, что Мик Джаггер – это явление природы, а Стив Тайлер – это явление шоу-бизнеса. Ну, наверное, он прав отчасти. У них же закос под Rolling Stones был изначально очень серьезный. Они прямо в линейке шли за Rolling Stones по манере, по крену в ритм-н-блюз, только утяжеленный очень. Ну, и здесь они достигли вершины, по-моему, на рокс. А потом пошла уже МТВ-шная какая-то такая. Ну, да. Да, все эти crazy, amazing уже не четырят. Это для меня такой же ужас, как «Ганцент Роуза» – два сапога пара, попса невероятная. Сплошная коммерция. Хотя сделано круто. Это попса с наклейкой «рок». Как будто бы рок. Сделано круто. Базотехническая. Ну, круто сделано. Слушать не хочется. Круто делают все. Я не знаю, Филипп Киркоров тоже делает круто. Тоже... Невозможно спорить. Не придраться ни к чему. Я замечательный вчера, кстати. Ну, я смотрел новости в интернете и наткнулся на ответ Киркорова Зеленскому. Очень смешно. И туда прицеплен еще клип Киркорова с Зеленским. Ты видел его? С подзатыльником. Очень смешно. Зайка моя. У Киркорова тоже круто все сделано. Конечно. Но это же не рок-музыка. Лучшие специалисты стараются. Я ничего плохого не скажу. Музыка и музыка. Просто не мой стиль. Тетенькам нравится. Со страшной стильной нравится. Миллионам нравится. Что же говорить? Что эти миллионы дебилы все? Нет, конечно. Нравится. Просто не мой стиль. Не моя музыка. Круто сделано. Так же, как и Аэро Смитс. И Гансен Розес. А это кто? Ну, это кто-кто в пальто. Ну, это да. Позор, что я такой не узнал. Это кто? Это то. Как, извините, в нецензурной присказке. Павледям парадный рейд совершает группа Слейд. Группа Слейд была настолько мощной. Я сначала видел фотографии. Я все время яростный фотограф был. Фотографии, где люди в каких-то странных блестящие плащи, штаны сшитые сапогами на таких платформах. Какой-то цилиндр с зеркальцами. Что за идиоты? Цирк какой-то вообще. Ну, Слейд написан. Чушь какая-то вообще. Ни о чем. Ну, а потом основной это был не этот, а Слейд, который... Слейд. Да-да-да. Отвал башки. То есть, настолько забористо. Это же вообще слов просто нет. Это концертный. Это концертный. Но это просто пионеры Купчина, уже убитые Назаретом, восстали из праха, из пепла и пошли сдавать экзамены. Крайне сурового было. Крайне. И оказалось... Вот кто бы мог подумать, после таких дурацких фотографий, настолько снегсшибательная музыка. Очень крутые. Очень. Эта пластинка вообще, на мой взгляд, это вообще самая лучшая их запись. Но это на мой взгляд. Я не знаю, многие, может быть, и не разделяют этой штуки. Они же были такими... Ты не видел их ранние фотографии? Видел только вот эти вот галамурные? Нет. Потом уже, когда углубился. Они же были такие в чистом виде скинхед. В кожаных куртках, коротко стриженные, бритые. Такие парни на улице встретишь и, в общем, не поздоровятся. Да. Лучше обойтись. Нормальные британские гопники. В этих самых ботинках, как их, мартинсы. Да. И такие четыре мартинса в коже, бритоголовые, страшного вида парни. Играли по клубам, играли свои вот эти буги, рок-н-роллы. Это такое чувство, что вообще в каком-то красном уголке записано. Это нет. Это я сейчас расскажу. В красном уголке, в двух или трех клубах они записывали альбом этот. Ну, не стадион. Я имею в виду. Что-то скромное. Не стадион. Уж очень хорошо слышно, как люди орут. Да. И играли они столь хорошо, и столь хорошо все это пелось холдером, что услышал их этот самый Час Чендлер. Бас-гитарист. Который до этого уже, нельзя сказать, что раскрутил, но, по крайней мере, очень сильно продвинул Джимми Хендрикса. Приложил руку. Приложил руку. Ну, собственно, спродюсировал вообще Джимми Хендрикс Experience. Привел к Хендриксу музыкантов. Привез его в Лондон для начала из Нью-Йорка. Привел музыкантов. Образовалась группа Джимми Хендрикс Experience, которая потрясла мир и до сих пор потрясает. Продолжает. Меня, во всяком случае, потрясает до сих пор. Вот. И Чандлер, почувствовав себя уже настоящим продюсером, получилось же. Получилось Джимми Хендрикс Experience. Взял в оборот группу Slate. Slate заставил их отрастить волосы, одел их в костюмы, про которые ты уже упоминал, поработал с репертуаром. И выпустили они два альбома, которые продавались еще хуже, чем пластинки Назарет первые. То есть, вообще не продавались. Какой там Ambrose Slate? Ambrose Slate. Они назывались сначала Ambrose Slate. И первый альбом, по-моему, тоже так называется. А второй, я не помню. Play it loud, по-моему, второй называется. Вполне приличные такие песни, но не выстрелили совсем. И тогда Чандлер решил сделать необычный ход, выпустить концертный альбом. Потому, что на концертах они с ума сводили людей. И Чандлер их и увидел на концерте, и понял, что это ох, ох, что это такое. И решил выпустить концертный альбом, что было по тем временам довольно странно. Потому, что рок-группы не выпускали концертные альбомы. За исключением Rolling Stones и кого еще. Такие тяжеловесы. У Led Zeppelin не было концертных альбомов. Хорошо сделать очень дорого. Наверное. Я так думаю. И, в общем, люди как-то так... Ну, это не было принято вообще. Концертные альбомы рок-группы. Почему это не было принято, я не знаю. Потому, что все какие-то нововведения, они возникают на пустом месте совершенно. И потом идут в массы, в тираж. И все начинают выпускать концертные альбомы. А почему же мы раньше не выпускали концертные альбомы? А потому, что это не было принято. Вот и все. Одна единственная причина. И он сделал такой коммерческий ход, просчитанный правильно. Это записи, по-моему, с трех концертов разных. Они арендовали клуб. Или даже не один клуб, а два или три клуба. Залы. Нагоняли туда людей. Человек 200. В этот клуб. И сыграли, по-моему, три концерта. Сыграли. Потом Чандлер взял этот материал, лишнего убрал. Значит, кое-что подчистил. Добавил шума толпы еще туда. Потому, что 200 человек. Маловато. Маловато, да. Кричали. Он еще это все дело размножил. Сделал пообъемней. И получилась шедевральная совершенно пластинка. Которая юных пионеров, как я уже говорил, возродила. Вот бы там оказаться. Да, да. И это, конечно, что-то невероятное. Вот этот Slate Alive. Это фантастическая совершенно штука. Первая песня. Очень тихонько начинается. Элвина Ли. Из группы Тен-Я Азавта. И Элвин Ли потом говорил, что авторские отчисления, которые я получал от версии Slate, вот этой песни. Hear Me Colin. В разы превосходили те авторские отчисления, которые я получал от Тен-Я Азавта. Со своей собственной песней. Вот. Начинается тихонечко, да. И потом грянула буря. In Like A Shot From My Gun. С диким запевом Холдера. Да. Darling Be Home Soon. Песня Джона Себастьяна. Парня с акустической гитарой. Такого. Боба Дилана номер пять. Тоже превращена в такой чудовищный хард-рок. No Who You A. Ну и Keep On Rockin' конечно. С криками этими. Keep On Rockin'. Я так не умею кричать. Он орал-то мое почтение. Get Down With It. Get Down, Get With It. Это все бегали друг к другу у нас. Ты слыхал там матом ругаются? Да. Да. В смысле? Там звучит выкрик в публику. Как он там? Clap your hands. Stomp your feet. Типа хлопайте в ладоши. Топайте ногами. А потом он кричит. Everybody have your boots on. Что расцениваешь, как everybody все ебутся. Да. Ты слышал? Да. Мы тоже в школе это все. Песня про ебутся. Песня отличная. Хлопают, топают. Они все время... Они нормальные песни для песен в пивных кабаках. Короткие, резкие, веселые. Отличные просто. Ну, и «Bond to be wild» последним номером. Да. Это было с какой-то сиреной. Это было неожиданно. И после этого концертные альбомы пошли в тираж, что называется. Все стали делать концертные альбомы, потому что пластинка продавалась с диким просто свистом. Все ее раскупали. И группа Slate стала группой Slate. Первые два альбома вообще никто не знал, что это такое. А после этого уже понеслось в полный вперед. У меня было четыре. Если считать этот. Сейчас и считаем. Slate Life. Slate этот. Который год с пальцами. Slateest. Где этот сборник, по-моему, был. Не помню. Да. In Flame. In Flame. Да. Про него кино, кстати, есть. Очень хорошее. Да. Я ее не видел. Я знаю, что это кино. В переводе не видел, но очень хорошее. Мрачное. Насколько это вообще тяжело и непросто. Это работа. Производственная драма, я бы так сказал. И Nobody's Fool. Отличный тоже. Nobody's Fool. Да. Дальше уже как-то так. Там по песне. Ху-ла-ла. In LA. Да. Вот есть отличные. Да. Но это, конечно, родом из детства. Да. Это тоже навсегда. Тоже никогда не продам. Очень кайфовое. Дальше. Что любили наши пионеры. Вот так вот. Многим кажется, что была советская власть. Да. Вот это был Кобзон. Да. И все. Вот уже тут мы. Вот. Юные пионеры слушали. Да. Это не какие-нибудь спекулянты, меломаны. Какие-то особенные люди. Просто все. Просто все. Просто все пионеры слушали, в том числе, группу Свит. Например. Группа Свит. Обожали их. В десятом классе у меня был одноклассник Серега Азов. Вдруг Серега смотришь. Привет. Серега. Он был яростный поклонник группы Свит. Фанни Адамс. Слушали мы в основном Свит. Фанни Адамс. Оказалось, что это какой-то матерный эвфемизм. Это «Fuck all», который «F-A», «Sweet F-A» так, как эвфемизм, так сказать, произносится. Пошло все нахер. Или «Вы все единицы». Ну, очень может быть, да. Я не знаю. Но Свит... Многие считают, что это продюсерский проект, на самом деле. Они потом вырвались сначала. Они не врывались никуда. Они были совершенно самостоятельной группой. Просто, когда они стали работать уже с RCA, по-моему, с компанией, с крупным рекорд лейблом, компания им сказала, что давайте мы вам дадим двух авторов хороших, которые будут вам писать песни. Вы круто играете, все у вас получается, но материал неинтересный совершенно. И дала им авторов Чина и Чапмана. То есть, они ни в какое рабство там не впадали. Никакой продюсер их не конструировал. Они сами собрались, сами, как и все, как и Slate. Там все играли по клубам. Предлагали свои демки там разным компаниям. И вот RCA их взяли. По-моему, RCA. Это не суть важная. И они ему посоветовали, сказали, что все здорово, материал только не особо интересный. Поэтому вот вам два автора, они вам напишут песни. И, в общем-то говоря, ничего плохого в этом не было. Потому что кроме вот этих первых баблгамовых таких записей, там Чоп-Чоп-Чоп и прочие какие-то такие вот эти песенки дурацкие, Чин Чапман понаписали кучу песен, благодаря которым Свит мы знаем в том числе и до сих пор. Балрум Блиц. Балрум Блиц. Отличная. Это тоже Чин Чапман. Да. Хелл Рейзер. Стар Чейзер. Отличная. Вот. И Чин Чапман, они автоматически сами переключились. Они сначала писали вот эти вот баблгамовые такие полутораминутные, двухминутные песенки. А потом, когда сообразили, что хард-рок приходит уже в моду, в массы, они стали писать хард-роковые песни. Отличные песни. С тем же успехом, что их прежде. У меня к ним никаких претензений. Песни отличные были. Тиннидж Рэмпич. Блокбастер. Сет ми фри, например. Скотт сочинил. А Свит Фанни Адамс. Это пластинка. Но вот этот альбом, это номерной альбом. Здесь одна пластинка концертная, вторая студийная. И собраны сорокопятки, которые были записаны уже. Концертная тут вообще ломовая совершенно. Тут такие сольные проходы. И гитарные, и басовые. Играли крайне бодро. Все, все, все. То есть, показали все, на что способны, как музыканты. Поэтому это тоже единственная пластинка, которая у меня осталась из группы Свит. Играли крайне бодро. Просто вот, я даже не знаю. Красавчики, да. Конноли. Хорошо пострижен был. У него так патлы заворачивали. Афани Адамс, это как раз первая пластинка, на которой они отказались окончательно от Чина Чапмана. Там какие-то песни были все равно. Что-то было там, да. Я не помню. Афани Адамс. По-моему, они сами там все уже написали. Какая-нибудь No, You Don't. Что-то там такое было. Но, тем не менее, все полюбовно расстались. Отличные были. Мне страшно нравились. Да. Но не долог их путь был. К сожалению. Такой. То есть, путь-то был долог, но по качеству музыки уже... Не получилось. Не знаю. Свит. Эфей. Дистилейшн Боливар. Give us a wink. Give us a wink. Я даже на память помню. Их много было. Они были хорошие. И все. И оф-де-рекорд уже пошли как-то в какой-то такой поп-рок невнятный. После этого, на мой взгляд, они сочинили ровно одну хорошую песню. Попсовую. Love is like Oxygen. Да-да-да. You get too much, you get too high, not enough, and you're gonna die. Это уже Love is like Oxygen, это такой закос под американское радио. Хорошая. На самом деле. Я в десятом классе учился. У меня были романтические истории. Я ее помню. Это уже для американского радио, для стадионов американских такой аорту, что называется. Таких групп очень много было. И песен таких хороших было много. Как Love is like Oxygen. Таких песен. И у группы Boston, и Johnny, и Sticks, сколько угодно. В итоге бедный Коннелли спился совсем. Бедный Коннелли спился, да. Ну, бывает. Бывает. Он ни первый, ни последний, кто спился. Даже не у певцев. Ничего хорошего в этом нет, да. Но бывает. Это болезнь. Алкоголизм – это болезнь. К сожалению. Сравнимая с наркоманией. Несравнимая. Наркоманией. Она и есть. Разновидность. Я так считаю. Блин. Да. Эх. Хороший свет был. Хороший. А водка – это для тех, кто не знает, по мощности своей, по последствиям – это, в общем, то же самое, что героин. Это абсолютно сопоставимая вещь. Просто у водки путь дольше. Если героин – это так сразу в горку, то с водкой постепенно туда залезаешь. Мозги и здоровье. На ту самую горку не приходишь. И степень привыкания не меньше, чем у героина. Такая же точно. Я, слушай, я же когда-то в пролетариях работал. Вокруг меня была масса алкоголиков. Ну, в смысле алкоголиков. В прямом смысле слова – с запоями, с белой горячкой, туда-сюда. И как-то я очень глубоко в теме. Как первый день проходит, в третий – как выходишь, как к тебе кто-то чёрный приходит сзади постели, стоит и дышит. То есть, я это миллион раз всё выслушивал, чем от тебя пахнет и всякое такое. Потом, давно это было, я уж там с 90-х не работал пролетарием. Вот. А тут вдруг включил кино. Кино называется «Экипаж». В оригинале «Флайт экипаж». Короче, Дензел Вашингтон с утра, захмелившись, дуну в коксу, чтобы алкоголь прогнать, засадив ещё пару бутылочек по полташке, ещё сотку водки, засадив, садиться за руль самолёта и полетел. Непростой взлёт. После этого заснул в кресле, а там второй пилот, которого он не знает, первый раз видит. Вот. Ну, этот бухой и наркоман, пилот. И у них сломалась какая-то тяга рулевая. Ну, т.е. хвост на хвосте, руль. Она, короче, сломалась, он поднялся, и они носом в землю, там, с 10 километров. Негра разбудили пьяного. Что делать там? Схватился за руль, изловчился, включил ручное управление, перевернул самолёт вверх ногами. Я так понял, что это какие-то реальные события. Он перевернул вверх ногами, соответственно, его задирать начинает, а он его так ловко держит вверх ногами. Долго летел, пока не нашёл места, куда сесть. Перевернулся на брюхо, плюхнулся, 102 человека было, шестеро погибли, там, две стюардессы, четыре пассажира, кто плохо был пристёгнут. Ну, а дальше всё хорошо, людей спас. Только у тебя в крови 2 промилле. Вот что водка делает. Да, и сейчас за это людей спас, это прекрасно. А вот за это ты сядешь на 20 лет. А дальше оказывается, что он запойный алкоголик. И вот всё кино, собственно, борьба. Что дальше-то будет? Хорошее кино-то, знаешь. Я, отвыкнув от прелести алкоголизма, смотрел с очень большим интересом, с пониманием предмета снято. Людей жалко. Видно, там отлично видно. Настоящий наркомат. Мне эта штука тоже знакома. Не могу удержаться. Вот не могу. Буду пить, блин. Там разругаюсь со всеми везде. Буду врать, обманывать там. Ну, концовка хорошая. Посмотри. Не пожалеешь. Вот. И следующим номером нашей программы пионеров и школьников Советского Союза знаменитый Manfred Manns F-Band. Это Rower in Silence. Это, как она, грохочущая тишина. Рычащая тишина. Ну, и, конечно, вот эти вот соловьи, которые были в топе. Просто если... Охи кто-то кричит. Это было все исполнено такого глубочайшего смысла. Да. Бля, ты видел. Охи. И действительно. Да. Сейчас такого нет. Это в топе были пластинки просто у нас. Да. Соловьи и бомбардировщики. Да. Это вообще супер было. И группа Manfred Manns F-Band была чем-то таким культовым для пионеров и школьников наших. Для нас. Что-то авторство не указано. Как все ее любят. А с авторством все просто. С авторством все просто. Авторство вот я принес специально отдельно. Авторство вот оно. Брюс Прингстон. Первый альбом. Гриттин. Фром... Я запомнить никак не могу. Мне все время Дилан не беречься. Нет. Авторство здесь, пожалуйста, в полный рост присутствует. То есть все любимейшие песни группы Manfred Manns F-Band, они все написаны и записаны гораздо раньше и гораздо не Manfred Manns. А вот Blinded by the Light, например, первая песня на вот этой пластинке. Брюса Спрингстона. Я тебя, извини, немножко перебью. Альбом называется Greetings from Osbury Park. Не Эшбери? Не Эшбери? Не Эшбери Парк. Не знаю, как у них произносится. У нас вот так. Эшбери, по-моему. Эшбери Парк. Нью-Джерси, да. Пусть будет, да. Парень родом из Нью-Джерси. Кто смотрит у нас сериал Сопрано, это в 12 эпизод второго сезона, где отравленный Сопрано бегает. 13, я не буду, 13, наверное, эпизода, где бегает отравленный Сопрано. Это как раз он вот здесь вот и бегает. В Нью-Джерси я много раз бывал, я там и живал, и гулял. Там живет мой друг Саша Цалихин, привет ему огромный. С своего позволения добавлю. Сильвио Данте, консильери гражданина Сопрано, он как раз музыкант из его группы, его, в общем-то, не актим. Вот. Blinded by the Light, значит, дальше тут Growing Up тоже присутствует в репертуаре, присутствовала Манфреда Мэна. Так, Mary Queen of Arkansas нет, Lost in the Flood нет, The Angel присутствует в Манфреда Мэна, For You присутствует в Манфреда Мэна, и, конечно, Spirit in the Night, конечно, Spirit in the Night. Самая первая, да. Ее рекомендуем к прослушиванию в обязательном порядке. Да, в версии Брюса Спрингстона. Да. Для сравнения, да. It's hard to be a saint in the city. Нет. Но Брюс Спрингстон мне с годами вот этот альбом и вот эти версии нравятся в разы больше, чем версии Манфреда Мэна. Хотя Манфред Мэн продал огромное количество пластинок с этими песнями. Но они совершенно про другое, согласись. Вот та же самая Spirit in the Night, она про другое. Она не про это, не про эти вот синтезаторы и красивые вот эти звуки. Естественно. Да, да. Полностью с вами согласен. Она про другое. И Спрингстон ее исполнил про то, про что она на самом деле... Про что он ее сочинил. Про пьянку-гулянку. Да. Такую веселую и мрачную одновременно. И здесь у Спрингстона настолько все здорово сделано. Здесь немножко у него все это приджазовано. Не в том смысле, что джаз играется, а в таком свинге. Все так легко. С фортепьяно, с саксофоном, с гитарами, естественно. С полным составом. Ударные басы и прочее. Но так легко. Такой полет. Так все по-человечески. В отличие от вот этого грандиозного пафоса аркестролог. Вот этих вот таких каких-то чудесных там Манфред Мэн. Ну, Манфред Мэн искал свою ноту без конца. Нашел. Нашел. Он же начинал с джаза, с чистого. Потом он играл ритм-н-блюз в группе Манфред Мэнс Бэнд. Пять или шесть пластинок у него записано. Вот этих таких ритм-н-блюзовых. Которые можно в одну обойму там с Rolling Stones ставить. Ну, там по-другому у него все-таки с джазовым немножко уклоном все это было. Потом Манфред Мэн Chapter 3 был коллектив. Помнишь такое? Название только. Две пластинки они записали. Только вот. Настолько сложный, задумчивый. Такой умный какой-то прогрессив рок с вокалом. Длинные песни какие-то вообще. И абсолютно никому не нужные. То есть, ну... Не зашло. Мы все умеем. Все очень умно. Все так же, как у всех. Так же, как там у Yes, у Colosseum и прочее. Ну, никому на фиг это не надо просто. Вот сыграли зачем, чего записали. Записали два альбома каких-то таких вот смурных и сложных. И все. Вот все есть. И сложно, и красиво, и задумчиво, и таинственно. И все. Ну, только нахрен не надо. Вообще. Зачем я это слушаю? Что там такое? Ничего. Ничего. Ну, а потом нашли свою ноту вот этот вот. Взяли хорошие песни. Да. Это влажно. Хороший материал. И очень красивенько все. Красивенько и громко. Люблю фотографировать. Часто задают вопрос. Как мне красиво сфотографировать мою девушку? Ответ примитивный. Нужна красивая девушка. А не твоя. Тогда красиво. Да. Так и тут взял хорошие песни. И сразу. И сразу, да. И сразу все покатило. И Blinded by the Light. И все. И хор, и оркестр. Монтада Мэна здесь, да, у нас. Мега популярен был. Полный рост. Соловьи и бомбардировщики. Соловьи и бомбардировщики, да. Разбомбили Купчино уже окончательно. Было невозможно не иметь такой записи. Да. Просто невозможно. Ну, а на всякий случай я две пластинки Спринксина еще принес, которые очень рекомендую. Darkness and The H of Town. Вот это. И Born to Run. Born to Run. Шикарная песня сама по себе. Ради одной песни стоит уже эту пластинку иметь. Потому что очень уж больно хорошо. Молоденький совсем, да. Молодой Спринкстен. Парень, который на самом деле работал на заправочной станции. И знал жизнь. И знал. На самом деле, да. Никаких понтов. Никаких художественных колледжей. Как у Мика Джаггера. Точнее, у Ричардса. У Джаггера экономический колледж был. У этого художественный. Пинк Флойд вообще. Там понятно, что белая кость. Это парень настоящий с заправочной станции. Который стал играть на гитаре. И стал героем просто Америки. Всех победил. Победив всех. Молодец. Ну, и коль скоро мы упомянули... Перехватило дыхание буквально, Алексей. Коль скоро мы упомянули ACDC, то вот лучшее, что записала группа ACDC, это пластинка группы Джорди. Don't be fooled by the name. Джорди. Это по-русски граждане из Нью-Касла. Где рубают уголек. Это практически британский Донбасс. Это Брайан Джонсон. Вдруг кто не знает, который в ACDC сейчас поет. Остальных вы не знаете. Они все тоже крутые. Джорди, повторюсь, это углекоп. Название Don't be fooled by the name. Пусть имя тебя с толку не сбивает. Не одурачит. У меня она не открывалась. Я как сейчас помню. А это переиздание тоже. А сзаду была упитанная тетенька. Данный альбом... Извините, не могу удержаться. Начиная с произведения Going Down. Про то, как я иду в морг за бабой своей, которая там мертвая лежит. I'm going down. I'm going down. Отвал башки. Вообще. Это, пожалуй, третья после Hair of the Dog. Эту я слушаю гораздо чаще. Если говорить о хард-роке, то... Песня номер два. House of the Rising Sun. Все слушают какой-то говно Animals. Я его слушать не могу. Настолько отвратительно. House of the Rising Sun. Слушать надо строго здесь. Здесь единственно правильное исполнение. Он так орёт. Так орёт. Я тебе так скажу. Если бы я пел песни, я бы их пел точно так же. Ну, парня занесло в поп-ансамбль ACDC потом. Ну, потом. So What – отличная. Mercenary Man – отличная. Антивоенная, естественно. Ten Feet Tall – если бы я сочинял песни, я бы сочинял именно такие. Я орал бы точно так же. Got to Know – очень бодрое. Очень бодрое. Little Boy. Глубокий социальный подтекст. Маленький мальчик, почему же ты не в школе? Маленький мальчик нашёл пулемёт. В дольше деревне никто не живёт. Папа – гопник где-то там всё в карты проигрывает. Look at me. Шедевр. Шедевр просто. Написал все песни. Некий Вик Малкл – это вот этот бородатенький. Куда он потом канул. То есть, у меня есть вторая. Я не изучал их. Было две. Одна называлась Hope you like it, по-моему. Это первая. Это вторая. Тоже была, да. А потом какая-то фигня пошла. А потом, да, потом у них какие-то тоже пошли поиски себя. Неправильно. Странные. И поиски себя привели в никуда. В общем, да. 1974 год. Богат был настолько, одно за другим выходило. Отвал башки. Вообще настолько крутая, блин. Это эпохально. Вот кому-то, может, не понравится Назарыт. Понравится. А, кому Назарыт не понравится. Вот это понравится точно. Да. Потому, что это вообще. Вообще. Я даже не так давно и тексты нашел, чтобы ознакомиться. Что там в текстах-то не вылезает. Текстов нет. Там нету. Там просто бумажка. Очень. Очень. Нулевый. Красота. Да. Вот такую музыку слушали пионеры района Купчино. Города Ленинграда. Вот такие и выросли. Да. Очень хорошие. Кто вырастет из Моргенштерна, я не знаю. Пока еще неведомо. Посмотрим. Ой, мы тут как раз до тебя записывали ролик про так называемые когнитивные войны. Где там нынешние методы обработки общественного сознания. Это оболванивание там и всякое такое. Там интересные вещи написаны. Что в связи с тем, что гаджеты уже вошли в жизнь намертво. А поток информации такой, что ни у кого мозг не справляется. Так не бывало. Ты знаешь, ты даже когда один художественный фильм «Трансформер» посмотришь. Ты впечатлений получишь больше, чем тысяча человек в античности. Потому, что они такого не видели и не увидят никогда. А вот теперь напор такой, что мозги оказывается не справляются. И от этого количество психических расстройств не в геометрической прогрессии, но очень и очень серьезно растет. И чем дальше, тем больше, больше и больше. А вот эти персонажи – это как раз результат того, что в башке расстройство. Вам кажется, возможно, что это какая-то оригинальность. Безусловно, оригинальность на других не похожа местами. Но результат – это чего-то совсем нездорового. Спасение одно есть. Я вижу, по крайней мере, спасение от этого. Это снова начинать читать бумажные книги. И говорят, что читать вообще отучились. Вообще. Это тяжелый труд. Я знаю, да. Я знаю, что читать отучились. К сожалению, я знаю. Но я могу сказать, что это единственный, наверное, путь к спасению какому-то. Читать бумажные книги, продолжать. Потому, что сознание начинает работать в другую сторону. Так точно. Да. И слушать хорошую музыку. Слушать хорошую музыку, да. И опять-таки, может быть, слушать ее на виниле. Потому, что когда ты слушаешь винил, в силу того, что ты ставишь пластинку, и она играет, потом ее надо перевернуть, ты слушаешь эту пластинку целиком. Не переключаешь эти так называемые треки. А ты ставишь ее и слушаешь. И понимаешь, что там вообще играется, про что играется, как это сделано. Я тебе доложил, что мне на день рождения подарили виниловый проявитель? Не доложил. Ну так... По фамилии Тиак. Есть такой, да. Он, оказывается, так читается. Тиак. Хороший, без обмана. Я его назвал Тик все время. Он так и читается, да. Но Тик – это, получается, клещ, который тебя кусает. Поэтому нет, у японцев не так. Лучший образчик пока что – это свежереформированный Pink Floyd Animals. Где там какой-то Джеймс Гатрей или кто-то. Что-то там переделал, барабаны повыпуклее стали. Ну, поскольку 45 лет слушаю, я там все до последней ноты знаю. Очень хороший. Я не слышал еще его. Может, не понравится. Я не знаю. Но мне страшно понравился. Номер два – Иисус Христос. Тот сразу прекрасно записан. Там ничего есть. Не надо. Там все хорошо. Тот шикарно звучит. Вот. С удовольствием. Прям вот. С удовольствием. Надо только акустику другую купить. Потому, что там кино смотришь обычно на 60 звук. Пластинки надо слушать на 70. Но там уже местами перегружаться начинают. Куплю другую акустику. Ну, только не вставай на этот скользкий путь аудиофилов. Потому, что это путь в никуда. Это бесконечная история. Да. Музыки понаписали массу. Отлично. Это, я не знаю, с моей точки зрения, как когда-то народилась классическая литература. И с тех пор, как бы помягче сказать, лучше ничего не написали. Знакомиться надо с выдающимися образцами. Вот это вот хорошо. Проверено веками условно. Оно прекрасно. Забивает голову всякими помоями. Ну, можешь, конечно. Но лучше после того, как ты с этим ознакомишься. Вот так и тут. Есть хорошее. Слушайте хорошее. Эх! Бальзам на душу. Как все. Да. Спасибо, Алексей. Спасибо, Дим. Хорошо было у нас. Пока. Купчино. Слушайте на здоровье. Спасибо.